Это местное время воскресенья. В студии Ирины Николаевы. Здравствуйте! Прямо сейчас подведем итоги недели и в начале о главных темах выпуска. Учебный год традиционно начался с торжественных линейок и разговоров о важном. Пришла в первый класс, у меня очень хорошее настроение и много подарков. Я буду учиться в школе, получать хорошие оценки, желательно пятерки. В Мариинском посаде первых учеников приняла новая школа. Техникумы и колледжи республики будут готовить специалистов нового формата. Бизнес становится полноценным участником образовательного процесса. Федеральный проект «Профессионалитет» поможет решить кадровый дефицит. После участившихся случаев нападения больных животных в регионе усилили борьбу с бешенством. Для вакцинации домашних питомцев создают мобильные пункты. Эвакуированная во время войны фабричная библиотека станет современным центром общения. Люди различных возрастов смогут найти какие-то занятия по душе, смогут полностью погрузиться в культуру и искусство. В Чебоксарах по нацпроекту капитально ремонтируют учреждения культуры. Среди пары миллионов изданий отыскали царский экземпляр. Это буква «Н», вот она лежит, да, и две буквы «А» в прямом и зеркальном отображении Николая Александровича. В Национальной библиотеке обнаружили еще одну книгу из коллекции императора Николая II. Для школьников, учащихся техникумов, студентов, вузов и, конечно, для педагогов начался новый учебный год. Во всех образовательных учреждениях прошли торжественные линейки. В Чуваши за парты сели более 150 тысяч школьников. Но, пожалуй, самый волнительный день настал для первоклассников. Более 17,5 тысяч маленьких жителей республики впервые переступили порог школы. Уже с понедельника всех учеников ждут полноценные занятия. В расписаниях появятся новые предметы. В каком настроении ребята пошли первый раз в первый класс в 59-й столичной школе, расскажет Елена Михайлова. Белые банты, строгие галстуки, новенькие портфели и волнение на лицах первоклашек. Такими в 59-ю столичную школу в этом году пришли около 250 учеников. Сегодня они – главные герои праздника. Все разные, но ожидания от школы почти у всех одинаковые. Пришел на линейку, через три дня иду в школу. Когда я вырасту, я хочу работать строителем. Я сегодня пришла в первый класс. У меня очень хорошее настроение и много подарков. Я буду учиться в школе, получать хорошие оценки, желательно пятерки. Торжественная линейка здесь, как и во всех школах республики, началась поднятие флагов и исполнение гимнов на русском и чуварском языках. Не меньше малышей волнуются и те, для кого этот праздник не внове. Многие родители с ностальгией вспоминали свой первый день в школе. Наши дети, казалось бы, только недавно пошли в садик. Закончили садик уже школа. Новый этап жизни. Такое прям знаменательное событие. Очень волнительно, очень радостно. Сейчас как будто бы я сама иду в первый класс. Хорошим стимулом для ребят в этом году станет и возвращение в образовательную систему серебряных медалей с пониманием относится и обязательному трудовому воспитанию. Предмет ОБЖ теперь будет называться «Основой безопасности и защиты Родины». На классных часах продолжатся разговоры о важном. Педагоги начальных классов уже в первый день настраивают детей на позитивный учебный год. Я надеюсь, что у них будет прекрасно. Они все улыбаются. Дружненько улыбнулись. Веселые. Я думаю, все у детей хорошо будет. В 59-й школе для всех учеников распахнула свои двери обновленная медиастудия «Новый взгляд». Заниматься журналистикой и медиатворчеством здесь могут дети разного возраста. Ребят научат создавать сюжеты, видеоролики, записывать интервью и не только. Первоклассникам и гостям школы с удовольствием показали современное оборудование и просторные студии. Интерес к таким профессиям, как журналист, оператор, режиссер, фотограф, оно все больше и больше у детей вызывает. И поэтому мы поняли, что дети в этом заинтересованы. И нам нужно их направлять, обучать, помогать и создавать им для этого условия. Школьные уроки, перемены с одноклассниками и домашние задания еще впереди. Елена Михайлова, Виктор Степанов, Вести Чуваше. В Мариинском посаде открылась новая школа. Поздравил школьников с Днем знаний глава Чуваши. Олег Николаев оценил классы, в которых будут учиться дети. Заглянул в столовую и присоединился к уроку физкультуры. С подробностями Татьяна Иванова. В новой школе Мариинского посада будут учиться 329 учащихся. 36 из них первоклассники. Трехэтажное здание построено в соответствии с современными требованиями. Приведена в порядок и пришкольная территория. Конечно же, мы не могли не приехать, чтобы разделить с вами эту радость. Ну и, конечно же, восхититься новой школой. А самое главное, пожелать вам успешного пути. В год педагога и наставника школа названа в честь Константина Ушинского. И здесь будет создан Центр образования естественно-научного и технологического направления «Точка роста». Ребята начнут заниматься в цифровых лабораториях, осваивать робототехнику. Но старт, как и во всех школах страны, традиционно начинается с первого звонка. В новой школе 20 преподавателей. Почти все имеют высшую и первую квалификационную категорию. Очень важно, что сегодня ваши дети, дорогие родители, приходят в здание, где учителя будут чувствовать себя очень комфортно, потому что классы большие, просторно, потому что есть новое оборудование. Со стороны республики делается очень много мер поддержки по оснащению замечательными и интересными книгами, методическими материалами. Самое важное в школьных буднях – это полноценное питание. В столовой могут одновременно обедать 128 детей. Этого вполне достаточно, чтобы и начальные классы, и старшие имели возможность комфортно и без суеты принимать пищу. Просторно, светло и уютно в самих классах. Кстати, первоклассники сегодня получили наборы канцелярских принадлежностей. Все, что необходимо для мотивации на отличную учебу. В новой школе будет очень интересно учиться, потому что в этой школе предусмотрены все условия для того, чтобы дети с радостью ходили в школу и учились с радостью. Петр Александров ведет в школе секцию каратэ. Сейчас дети могут проводить занятия в просторном спортивном зале. А это дочь тренера – Юлиана. Она тоже занимается в секции и тоже начала учиться в новой школе во втором классе. А глава республики решил присоединиться к баскетболистам. Я чуть-чуть техникой научился в строительстве. Я, конечно, там мяч научился. Это дать единственный толчок в нашем спортивном зале. Мариинско-посадские школьники дали Олегу Николаеву еще один шанс забить в ворота уже на школьном стадионе. О, молодцы! Вот так вот надо защищать ворота. Ну не в девчонок же посылать мяч. Вот такой урок физкультуры прошел сегодня в новой школе. В подарок от главы дети получили большую спортивную авоську мячей. Татьяна Иванова, Вадим Владимиров, Вести Чувашия. В Чувашию к новому учебному году все школы перешли на централизованную систему питания. Практика, реализованная ранее в двух муниципалитетах, признана эффективной. Всего горячим питанием в школах будут обеспечены более 150 тысяч учеников, почти половина из которых – школьники начального звена. Вопрос организации горячего питания в общепрозавательных организациях региона обсудили в Доме правительства. К примеру, на завтраки и обеды для учеников первых четвертых классов из бюджета направят 720 миллионов рублей. В новом учебном году стоимость питания для этой категории вырастет на 3 рубля по сравнению с 2022. На организацию питания учеников пятых-одиннадцатых классов из многодетных малоимущих семей выделено порядка 42 миллионов рублей. В прошлом году школьные столовые посещали 2,5 тысячи детей из этой категории. На совещании еще раз подчеркнули – обеспечение учащихся полноценным и сбалансированным питанием – это приоритетная задача регионального правительства. Затем, из чего и кто готовит детям еду, намерены следить еще тщательно, привлекая в том числе и родителей. В профильном ведомстве заверили – на все замечания по поводу качества и веса блюд будут реагировать оперативно. Отмечу, что Чуваша – первая в стране полностью централизовала школьное питание. Его организация передана на аутсорсинг предприятиям Чувашпотребсоюза, комбинатам школьного питания и индивидуальным предпринимателям. Это позволяет минимизировать фальсификат и привлекает местных товаропроизводителей, способных обеспечивать образовательные учреждения качественной продукции. В новый учебный год, в новых мастерских и по новым программам. Федеральный проект «Профессионалитет» начинает настоящую перезагрузку всей системы профессионального образования в России. Сегодня участниками глобальной перестройки в 68 регионах стали 350 тысяч студентов. Создано более 200 кластеров, пять из них – в Чувашии. Студенты техникумов и колледжей республики, вошедшие в профессионалитет, приступают к освоению востребованных на рынке труда профессий. В числе пионеров, включившихся в уникальную программу, стал Канажский транспортно-энергетический техникум. Полученные федеральные средства в размере 100 миллионов рублей позволили модернизировать учебные классы, оснастить их новейшим оборудованием. Более того, новые стенды для практических занятий создавались при непосредственном участии будущих работодателей. Здесь могут учиться не только студенты педколледжа, но и повышать квалификацию работники образовательно-производственного кластера, созданного в отрасли топливно-энергетический комплекс. Новые условия, новые программы, новые отношения с работодателями, а это организации системы «Транснефть», расположенные по всей территории России, стали катализатором увеличения числа абитуриентов. У нас есть уже опыт, когда студенты трудоустраиваются в период обучения на предприятии, получают там заработную плату, вникают во все тонкости производственного процесса, и к моменту получения диплома они уже готовые специалисты. Происходит перезагрузка отношений бизнеса и государства, когда уже бизнес становится полноценным участником образовательного процесса, вкладывает свои денежные средства, и получается такая солидарная ответственность государства и бизнеса за качество обучения. С обновленной учебной базой начинает новый учебный год и Чебоксарский электромеханический колледж. К федеральному проекту «Профессионалитет» здесь тоже подключились в прошлом году и провели масштабную работу. Не только подготовили тренировочные стенды, имитирующие на 100% заводские линии, изменили учебные программы, сделали их более интенсивными и практикоориентированными. Все это вместе с будущими работодателями, число которых, кстати, тоже увеличилось. В прошлом году соглашение было подписано с управляющей компанией транспортное машиностроение, а сегодня в этом списке и предприятие электромеханического кластера. Поток желающих поступить в наш колледж резко увеличился. Учитывая ситуацию в стране, отрасль машиностроения стала очень востребованной. На сегодня мы уже набрали 875 абитуриентов, то есть уже студентов. После окончания наш студент будет высококвалифицированным специалистом, востребованным во всех сферах экономики не только нашей республики, но и страны. Апгрейд ждет и педагогический колледж имени Николая Никольского. Победителем конкурсного отбора на предоставление федерального гранта в 60 миллионов 500 тысяч рублей он стал в этом году. Здесь уже создан кластер в отрасли педагогика. В его состав вошли 30 организаций. Это и учреждения дополнительного образования, школы и детские сады. Дизайн проекта современного актового зала и новых учебных классов уже готовы. Но пока лингофонный и кабинет цифровой дидактики, лаборатория инклюзивного образования и воспитательной работы, а также кабинет ОБЖ и фитнес-центр не готовы к приему студентов. Но уже 1 января в этих стенах должны начаться занятия. Обещаем полное погружение в профессию уже с первого курса. Абитуриенту, который к нам поступает в этом году, они самые первые, они пионеры профессионалитета по отрасли педагогика. Хочется сказать, ты в хорошей компании. Детям очень интересно, они с удовольствием уже задают вопросы, как мы будем учиться, а будут ли на первом курсе занятия именно в этих кабинетах. Образовательным центром для кластера «Туризм и сфера услуг» стал Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции. Он является грантообладателем в 70 миллионов рублей. Федеральные средства будут направлены на создание новых современных зон для будущих шеф-поваров и виртуозов-кондитеров. Появится здесь учебный салон красоты, а также компьютерные классы, где студенты будут знакомиться с основами торгового дела и кассовых технологий. Кстати, именно профессию кассира выбирают в качестве дополнительной не только студенты, решившие связать свою судьбу с предприятиями общественного питания, но и гостиничного хозяйства. Республика взяла четкий курс на развитие туризма, а значит, этой перспективной отрасли понадобится солидный штат и партье, и горничных, и официантов. Проект профессионалитета действительно перед всеми нами ставит амбициозные задачи, поэтому объединив усилия нескольких образовательных организаций и ведущих работодателей, мы считаем, что можем расширить горизонты своего развития не только у нас в республике, но и за пределами республики, в первую очередь на территории Приволжско-федерального округа. Специалистов нового формата намерены готовить и в Чебоксарском медицинском колледже. Благодаря одному из опорных работодателей здесь появится уникальная зуботехническая лаборатория, единственная в России. На сегодняшний день мы являемся участниками исторического события, так как в рамках проекта профессионалитет оснащается суперсовременным оборудованием новейшие лаборатории, которые будут выпускать специалистов высочайшего класса, востребованных по всей России. Образовательный кластер клиническая и профилактическая медицина благодаря проекту профессионалитет пополнился уникальным оборудованием. Здесь появился стол Пирогова и робот-симулятор Леонардо, который отличается высокой реалистичностью, может имитировать различные симптомы, менять цвет кожи и даже говорить. Доктор, я плохо себя чувствую. До 70% занятий в федеральном проекте отводится на практику. Уже с 1 сентября на этом симуляторе смогут обучаться будущие медсестры и фельдшеры, но не только они. Водители скорой помощи тоже будут проходить здесь обязательный курс парамедиков, чтобы овладеть навыками оказания первой медицинской помощи. Мультидисциплинарная бригада совместно и образовательный свой поток, и медицинский общий привели к такому серьезному проекту. И на сегодняшний день это все реализовано. Я считаю, что это очень красиво, это очень привлекательно. Дети наверняка захотят здесь учиться, и у них будут все условия для этого. Это, конечно, большой потенциал, и я надеюсь, что и выход, соответственно, будет серьезных специалистов. Мы максимально в короткое время сможем помочь нашему реальному сектору экономики, в нашем случае это клиническая медицина. То есть менее чем за три года мы подготовим специалистов, готовых прийти и встать рядом со старшими товарищами. И мы верим, а точнее мы знаем, что нашим выпускникам в дальнейшем никогда не скажут «забудь то, чему тебя учили в колледже». Сегодня федеральный проект «Профессионалитет» — это не просто перезагрузка системы профессионального обучения. Это квантовый переход на новый уровень. И это не только инновационное оборудование и обновленные учебные кабинеты. Это современный подход к набирающей обороты экономики, который нужны устремленные в будущее высококвалифицированные специалисты. Мы, амбассадоры профсионалитета, надеемся, что новый кластер поможет найти молодым людям востребованные профессии. С нами ты в хорошей компании! Меры безопасности в единый день голосования обсудили на Координационном совещании по обеспечению правопорядка в республике. Оно прошло под председательством главы региона Олега Николаева. По данным МВД Почуваши, для безопасности в дни выборов задействуют личный состав органов внутренних дел, а также сотрудников Росгвардии и ОМОНа. Помещения для голосования будут оборудованы стационарными и ручными металлодетекторами. Также руководителям учреждений, где будет проходить голосование, рекомендовали дополнительно позаботиться об антитеррористической защищенности. По словам заместителя председателя избиркома Чуваши Игоря Михайлова, в организации и проведении выборов, которые пройдут с 8 по 10 сентября, участвуют 9 территориальных и 34 участковых избирательных комиссий. Все они обеспечены системами видеонаблюдения. О Валиковском, Маргаушском, Ринско-Пасадском и Чебоксарском округах в дни сентябрьских выборов будет организовано выездное голосование с использованием автобусов. Два очага бешенства, зарегистрированные в Чебоксарах, создали широкий общественный резонанс. Жители республики встревожены и опасаются за своих домашних животных. Что предпринимается сейчас государственно-ветеринарной службой для того, чтобы предотвратить распространение опасной инфекции, расскажет Татьяна Иванова. Первый случай бешенства зарегистрирован 18 августа. На окраине юго-западного района Чебоксар бездомная больная кошка укусила ребенка. Второй очаг был обнаружен 23 августа. На обочине Вурнарского шоссе возле дачного поселка ветеринары обнаружили труп кошки. Вскрытие подтвердило бешенство. Сейчас в очагах проведена санитарная обработка. Пострадавший мальчик проходит курс антерапической вакцинации. Как сообщил руководитель Госветслужбы республики, в регионе за 7 месяцев привито против бешенства 200 тысяч сельскохозяйственных животных, 150 тысяч домашних. И в основном на селе. Намного реже своим питомцам делают прививки городские владельцы. Нынешние очаги бешенства зарегистрированы именно в городе и у бездомных животных. Намного хуже была ситуация несколько лет назад. За последние 10 лет самый пик заболеваемости животных бешенством выпал на 2015 год. Тогда было зарегистрировано 70 случаев заболевания бешенства. Из них 52 случая было среди диких животных, 8 среди собак. И по одному это крупнорогатство заболело и один хорек. Это было связано с отсутствием поступления вакцины против бешенства для диких животных. В течение двух лет поставки данной вакцины не было. Поэтому оральная вакцинация диких полтоядных, это лисиц, янтовидных собак, не проводилась. И поэтому сложилась такая ситуация в 2015 году. Вирус бешенства сначала поражает диких животных, которые могут передать инфекцию домашним. А от своих питомцев уже могут заразиться люди. В этом году Чувашия получила 26 тысяч доз вакцин для диких животных. И в ближайшее время поступит еще одна крупная партия. Ветеринары, егери, охотники будут раскладывать препарат в лесах, на тропах и возле лисьих нор. Животное, когда дикое платоядное, когда его прокусывает, вакцина состоит из блистера, в котором есть вакцина. То есть при прокусывании ранит десну, слизистую оболочку ротовую, и, соответственно, это вакцинируется таким способом. Для того, чтобы как можно больше привить домашних кошек и собак, ветеринарная служба республики намерена проводить выездную вакцинацию. Мобильный пункт будет выезжать в городские дворы. Так быстрее и проще обезопасить от бешенства чебоксарских мурок и шариков. Татьяна Иванова, Святослав Петров, Вести Чувашия. Не дом книги, а настоящий многофункциональный центр. В Чебоксарах в рамках нацпроекта «Культура» модернизируется библиотека имени Леонида Агакова. О новшествах, которые подготовили для читателей, расскажет Екатерина Данилова. Библиотека открылась 82 года назад. Ее история крайне интересна. В 1941 году из Тверской области эвакуировали хлопчатобумажный комбинат. Вместе с ним в Чебоксаро переехала и библиотека технической литературы. Тогда она обслуживала только рабочих фабрики. Спустя годы стала общедоступной. Сейчас здесь зарегистрированы более 6 тысяч читателей. После модернизации количество посетителей увеличится, уверены в Доме книги. Основная идея модернизации этой библиотеки, которая, конечно же, разрабатывалась, это создание многофункционального пространства, центра творчества и развития объединяющего поколения. То есть здесь, в этой библиотеке, люди различных возрастов смогут найти какие-то занятия по душе, смогут полностью погрузиться в культуру и искусство. То есть они здесь смогут читать новые книги, пользоваться какими-то электронными удаленными ресурсами, которые могут быть и просто информационными, и полнотекстами. То есть это и национальная электронная библиотека, и электронная библиотека Чувашской республики. На 500 квадратных метрах расположится творческая мастерская, зона тихого чтения, отдыха, каворкинга, городская гостиная для встреч и работы. Появится даже звукозаписывающая студия. Обновится пространство и молодежные площадки ХБК. Расшифровывается «Хочу быть культурным». Площадка имеет отдельный вход. Здесь у молодежной площадки будет два помещения, две площадки. Первая площадка – это выставочная зона, которая будет оснащена такими современными выставочными модулями. И вторая площадка – это уже будет предназначено для проведения мероприятий с таким небольшим ступенчатым подиумом. Работы по обновлению библиотеки начались в начале лета. В октябре их планируют завершить. Никаких причин для отставания от графика нет. В рамках капитального ремонта идет полный демонтаж. Меняется система отопления, электрика, система снабжения. То есть ремонт всех коммуникаций, существующих стен. То есть сначала были выполнены работы такие, полностью разобрали все, что ветхое. И в данный момент уже идет строительство по восстановлению. То есть уже в рамках стены, залиты давно полы. Инженерная система, как электричество, водопровод, отопление уже на начальном этапе выполнены. Остается только финиш. Это повесить радиаторы, установить раковины. Кроме того, до конца года в республике появятся еще две библиотеки нового поколения. В Чебоксарском и Комсомольском муниципальных округах. Ремонт там идет полным ходом. Ведь надо успеть в установленный срок. Екатерина Данилова, Оксана Верликова, Михаил Солин. Вести Чувашия. Книгу из коллекции Николая II обнаружили в Национальной библиотеке Чувашии. На ней личный знак последнего российского императора. Сотрудники учреждения полагают, что Николай Александрович точно держал ее в руках и читал. Ведь заказывалась она специально для его величества. Что это за издание и какие еще удивительные экземпляры были найдены в хранилище, знает Наталья Егорова. С таким трепетом мурашки покоишь, когда думаешь, что он трогал эту книгу, и мы трогаем эту книгу и листаем те же страницы. Николай II был знаком со многими науками, знал немало языков, немецкие в их числе. И это издание было заказано специально для его библиотеки. Она считалась одной из самых крупных книжных коллекций в стране. Экземпляры поступали с всего мира. Научные труды, художественные издания на разных языках. К 1914 году было собрано более 15 тысяч томов. Это пособие по общей специальной хирургии Германа Тильмана, изданное в Лейпциге в 1901 году. Супруга Александра Федоровна тоже интересовалась медициной, и, возможно, и ей довелось познакомиться с этим учебником. А его жена в период Первой мировой войны ходили вместе с дочками они и в госпитали, и даже есть сведения, что они ассистировали при хирургических операциях. Как знать, не помогла ли им эта книга, где очень много рассказывается именно о хирургии. Сотрудники отдела редких и ценных изданий обнаружили императорский символ недавно. Здесь уже много лет ведется научная работа по изучению экслибрисов, а это и есть книжные знаки, удостоверяющие владельца книги. Так удалось узнать принадлежность многих томов. И самое удивительное на сегодняшний день, конечно, это открытие. Это буква «Н», вот она лежит, да, и две буквы «А» в прямом и зеркальном отображении Николай Александрович. Этот экслибрис был выполнен бароном Армением Фелькерзамом в 1900 году для Николая II. Причем это не печать, знак был наклеен на бумагу. Очень тщательно сделано, очень красиво сделано, да, прям видите, каждый бриллиант, на котором можно рассмотреть. Обнаружение раритета в библиотеке связывают даже с немного мистическим моментом. Книга нашлась почти сразу после того, как сотрудники подготовили выставку, посвященную 155-летию со дня рождения Николая II и 410-летию дома Романовых. Это, я считаю, как-то очень символично. Некоторые читатели удивляются, почему такое ценное издание не было обнаружено раньше. Но стоит понимать, в фонде библиотеки более двух миллионов экземпляров, тысячи в отделе редких книг. На изучение каждое необходимо время, поэтому раритеты и выходят в свет постепенно. Книга поступила в библиотеку 22 февраля 1949 года, но источник поступления тогда не был указан. Тем интереснее специалистам узнать еще одну тайну. Одна из версий, что издание в национальную библиотеку попало из Государственного книжного фонда, созданного в стране в 1918 году. В отделе редких книг есть еще несколько экземпляров, принадлежавших членам семьи Романовых. Тут и русско-французский словарь, и роман Фенемора Купера, и стихи поэта Мятлина. Работа продолжается. Кто знает, какие еще сокровища удастся выудить из книжных закромов. Наталья Егорова, Андрей Шоклев, Вести Чувашия. Какой запомнится эта неделя. Следите за событиями республики вместе с нами. Я желаю вам хорошего дня и до свидания.